Рада всех приветствовать на нашей планерочке. Планерочка у нас по второму каталогу идет. Второй каталог у нас отработал целую одну неделю. Мы сегодня подводим итоги и вообще разговариваем о том, какие мы с вами молодцы. Ну и начнем мы с того, что без чек-листов никуда. И чек-лист, который ко второй неделе должен быть у нас выполнен, это, конечно же, ЛТО. То есть, если вдруг кто-то еще недовыполнил, думаем об этом и скорее доделываем, чтобы у нас было время с вами подумать и поработать на рекрутинге. Мы с вами всю неделю занимались поздравлением премьер-клубовцев и 50-бальников. Если вдруг не успели, то тоже заканчиваем эту тему. Рассказываем премьерам о телефоне Samsung в подарок. В первую очередь это премьера, в вторую очередь все остальные, тех, кого мы поздравляем с завершением первого каталога. Говорим с партнерами или просто с новичками о телефонах и стараемся их достать. У нас есть стартеры, есть рекруты, которых мы достали на этой неделе, нашли себе в структуры. Начато общение со спящими, читаем книгу. Моя книга, которую я читаю, это Энтони Робинс «Разбудив себе исполин». Она длинная, поэтому я ее читаю долго, но она мне очень нравится. Читаю я ее не торопясь, потому что прорабатываю, продумываю. И один из лайфхаков, который хотела бы я вам сегодня подарить, это то, что я свою книгу читаю не просто, я ее скриню, я про нее думаю. Так как я читаю в кровати утром, писать мне не особо хочется идти конспектировать книгу. Я завела себе в Телеграм-канал «Мое чтение 2019», чтобы фиксировать те книги, которые я прочитаю с 2019 год. И скринами или письменно я себе помечаю интересные моменты, которые я бы хотела запомнить из этой книги. Это мне очень помогает, так как я, ну, в общем-то, что-то для себя там, конечно же, беру. Ну и, конечно, акцент рекрутирования, теплые телефоны, диалоги через соцсети, посты, друзей, друзей. И это все мы с вами делаем. Делаем и параллельно помним, ради чего мы вообще работаем. У каждого это ради чего свое, есть мотивация «к» и мотивация «от чего-то». Оба типа мотивации работают ровно для того, чтобы вообще начать что-либо делать. Дальше уже вступают в силу ежедневной привычки. Об этом мы с вами поговорим чуть-чуть попозже. Цель мы с вами на одной из планерок разбирали декомпозицию. Например, если мы хотим к шестому каталогу быть директором, это 75 тысяч баллов, то мы рассчитываем по каталожно, сколько надо баллов прибавлять, сколько надо рекрутировать для того, чтобы эта цель у нас с вами состоялась. И я сегодня хотела бы нашу планерку построить на акцентах из Сиднея. Вы знаете, что прошла бриллиантовая конференция. Она прошла в Сидне. Это один из самых дорогих городов мира для проведения конференций. Наши бриллиантовые директора там были целую неделю. И что интересного они нам оттуда привезли. Я буду сегодня говорить о пяти акцентах. О пяти акцентах в работе и вообще в своем личном мироощущении, которые мне лично помогли на этой неделе делать больше, чем я делала, например, неделю назад. Первый акцент, о котором говорили на бриллиантовой конференции, это то, что лидеры, ну, они их назвали бриллианты, они отличаются от всех остальных тем, что они ищут и пробуют что-то новое. Для того, чтобы найти таких людей, прежде всего, нужно самому стать таким. Это я для себя уже поняла. Поэтому, естественно, мы ищем что-то постоянно. И лидеры, они всегда, они этим именно отличаются. Они постоянно что-то ищут, пробуют, делают заново. Не получается, они делают еще раз. И находят новые источники знаний, которые позволяют им найти какую-то мотивацию, найти какой-то инструмент, который они пробуют, делают, у них получается или не получается. Они идут дальше, делают новые-новые-новые инструменты, пробуют и внедряют их в свою работу. Я извиняюсь, сейчас я... Так мне будет лучше. Вот так. Следующий. Надеюсь, что вы меня поддерживаете с этим моим выводом. Идем дальше. Второй акцент, который мне очень импонирует, и мне он близок, это то, что твой результат не зависит от мотивации. Мы все с вами говорим о том, что ой, я что-то какой-то там немотивированный, ой, вот я вот еще пока не нашел мою мотивацию, я вот когда ее найду, тогда я буду что-то делать. Оказывается, мотивация, она имеет краткосрочный результат, краткосрочный эффект. То есть мы можем себе наделать мотивацию, когда, например, побывали на каком-то мероприятии, поговорим с каким-то человеком. И этот импульс полученный нами, мы лучше бы сразу привели в действие. Если мы его не приведем день, два, три, за 72 часа, мотивация улетучивается. И в итоге получается, что мы остаемся у разбитого корыта. Что первостепенно в достижении результата? Первостепенно оказывается в достижении результата нашей ежедневной привычки. Привычка – это более жесткая, более твердая форма, которую мы можем пощупать, потрогать и понять. Привычка делать, например, сейчас мы с вами учимся делать 100 диалогов в день, чтобы была одна регистрация. Мы делаем не диалоги ради диалогов, а диалоги ради регистрации. Мы их ищем, эти регистрации. Привычка беседовать с одним клиентом в день, для того, чтобы получить заказ. Привычка контактировать с пятью консультантами из своей команды ежедневно. Может быть, еще какие-то вы привычки добавите. Это такие базовые, которые нам рекомендует система PRO. То есть результат зависит не от того, насколько я там намотивирован, а насколько я привык делать определенные действия для достижения своего желаемого результата. То есть желаемый результат мы должны, конечно, помнить. Прежде всего, мы должны это себе, себе самим, потому что никто, кроме нас, как тот сам Барон Энхаузен, за макушку себя не вытащит из того места, где мы находимся. Поэтому помним о своих желаниях. Для этого должна быть доска о желании, или калаш, или альбом. И, конечно же, ежедневные привычные вам действия. То есть если вы решили, что вы будете привыкать к этому, значит, будьте добры, мотивация, не мотивация, там хочется, не хочется, спите, не спите, делать эти действия ежедневно. Например, я поделюсь с вами своей привычкой, которую вот я только начала еще вырабатывать. Это те же самые, например, 100 диалогов в день, да, когда мы с вами говорили в январе о том, что, ой, это, наверное, вообще нереально, это какой-то кошмар, нам бы 10 диалогов завести, были бы мы молодцами. Я во вторник, в прошлое вторник, решила, что уже, в принципе, сколько времени можно себе искать отговорки. Ты хочешь результат, ты хочешь одну регистрацию в день. Привет, Катюша. Значит, будь добр, делай одну регистрацию, значит, делай 100 диалогов в день. И эта привычка у меня уже вошла в мой график за неделю. То есть завтра будет неделя, как я делаю эту привычку. То есть вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье и понедельник, даже сегодня, в седьмой день, в который я делаю 100 диалогов в день. И я реально их делаю. Я начала... Сначала я потратила целый день на то, чтобы сделать эти диалоги. Потом я поняла, что это не вариант целый день сидеть и делать эти диалоги. Я стала делать утром, чтобы успевать еще прозванивать команду и запускать новичков, потому что это дневная работа. Ночью мы это делать не можем. А потом я это все сдвинула вообще совсем наутро. Я себе так придумала, что до 12 часов дня у меня должны быть диалоги заведены. Да, не всегда получается. Да, иногда я доделываю после 12 часов. Да, не всегда еще, пока успевается все отрабатываться. Но когда у тебя есть привычка, ты понимаешь, что вообще надо одну регистрацию в день делать. Ну, за неделю у меня было три регистрации с этого метода. Одна регистрация была по теплому рынку. То есть я сделал четыре регистрации. Один у меня рекрут. Один на пути в рекруты. То есть фактически два рекрута у меня из четырех регистраций за неделю. Я считаю, что это хороший результат. Я себя за него благодарю и хвалю. И рассказываю вам, да. Рано еще говорится о том, что эта привычка установилась. Этой привычке, чтобы установиться, нужно 21 день. То есть у меня еще впереди 14 дней. Сражение с собой, со своими какими-то делами, которые у меня тоже на это бывает утром. Решение, как это все сделать, чтобы все получилось. Но тем не менее, эта привычка есть. А вторую привычку, которую я сейчас начинаю внедрять плюсом к диалогам, это звонки. Звонки по теплым номерам, которые у меня начали появляться. Снова от консультантов мы хотим зарабатывать телефоны, и хотим звонить. Поэтому у меня есть желание, помимо диалогов, делать еще звонки, которые я планирую ввести уже на этой неделе. То есть неделю я отработала с диалогами, отработала с командой. Мы с вами много созванивались, много планировали на этой неделе. Много я общалась с персональной группой. Вы звонили по своим персональным группам. Мы провели хорошую работу. И теперь у меня новый этап. То есть я новую привычку все внедряю. То есть все привычки сразу вы внедрить не сможете. Но шаг за шагом, степ-бай-степ, как есть в английском языке выражение, все это будет получаться. Вы выбираете тот метод, в котором вы сильны. Если у вас есть регистрации, были регистрации, например, со звонком, значит делайте звонки каждый день. Выбирайте дедлайн. Выбирайте время, до которого звонки должны быть сделаны. Выбирайте игровой метод, по которому вам будет легче, если звонки, например, фиксировать. Я напомню, как это было у нас. Мы с вами рисовали табличку. Вот такую, да, инстаграм. Вот такую вот табличку. И писали там плюсики, минусики. Ну, например, для того, чтобы была одна регистрация, все-таки можно, например, собрать 10 плюсов. То есть в табличку вы пишете только плюсы. Значит, я звоню, я не фиксирую количество тех звонков, которые я сделала, которые мне ответили, или не ответили, или там недоступны, или еще что-то. Моя задача заполнить вот эту табличку. Я с собой играю. Значит, я беру и там мне ответили, да, я ставлю сюда плюс. Если ответили минус, я, значит, его, может быть, даже сюда и не ставлю. Хочу 10 плюсов собирать, чтобы было эффективно. Наша задача – это эффективные действия. То же самое и с диалогами, например. Если 100 диалогов, это по 10 диалогов со странички, это должно быть. Или, например, несколько раз в Инстаграме зайти. Для того, чтобы 100 диалогов в Инстаграме делать, надо 5 рабочих аккаунтов, которые вы будете заходить утром и вечером. Вконтакте лучше делать 10 в день. Например, это будет там 2 страницы в Инстаграме, это будет у вас 40 сообщений и 6 аккаунтов ВКонтакте. Ваш основной и еще там 5. Вы их делаете, и, соответственно, у меня как получается? Я себе в игрушку поставила то, что мне надо посетить, там, 10 страничек. То есть я не говорю о том, что мне надо, о боже, там, 100 диалогов и еще кошмарнее подумать, сколько мне надо страниц просмотреть, чтобы эти 100 диалогов завести. Я себе говорю, что, ой, мне надо там 10 страничек посетить. То есть вот они, те же самые 10 клеточек. Я страничку посещаю и знаю, что мне там за 10 минут достаточно, чтобы завести 10 диалогов. Соответственно, мне надо там полтора плюс-минус часа. Ага, сейчас включу гостей. Спасибо, у нас они автоматически выключаются. Вот, чтобы взять и сделать вот эти вот там диалоги, например. Поэтому я с собой тоже так играю. И новая игра у меня, это будет моя табличка. У меня есть тетрадочка, в которой я веду эту табличку и звоню своим кандидатам, которые прям ждут, когда же я им наберу. Это касается ежедневных привычек. Но это важный момент, о котором я с вами сегодня хотела поговорить. Давайте двигаемся дальше. Еще один акцент, который в Сиднее привезли наши брендентов и директора. Это такое выражение, как ни одно звание не делается без абсолютного погружения в тему. Ну, например, банальный пример могу провести с маникюром. Вот я делаю маникюр, он у меня... Вот как раз-таки я пойду его переделывать в среду. Мне нужен результат. Это 10 на маникюренных пальцах. 10, потому что на руках у нас 10 пальцев. Этот результат я знаю, что я получу за час-час двадцать моего времени, который я посижу у своего маникюрного мастера. Ну, например, я возьму и на время, которое у меня есть по записи, да, куда я еду, я скажу, ой, знаешь, мне вот некогда. У меня есть 20 минут, но я хочу маникюр. За 20 минут она у меня успеет только снять предыдущий дизайн и всё. Больше она ничего сделать не успеет. Я буду вынуждена ходить с некрасивым результатом, потому что я сознательно сократила время своей процедуры. То есть, для того, чтобы у меня был полноценный маникюр, мне реально нужно в среду выделить час-двадцать времени, чтобы я даже побольше, чтобы доехать, да, вовремя, а два часа времени, чтобы доехать до места вовремя, сесть, чтобы мне всё сделали, и доехать на следующую свою точку по плану. Получается, что я не могу выделить 30 минут на это дело, потому что это будет неполное погружение, и у меня будут просто белые ногти отпиленные и необработанные. Я не могу выделить час, потому что я доеду, останется там чуть-чуть времени, и я тоже не успею сделать тот дизайн, который я хочу. Соответственно, чтобы получить тот результат, который мне надо, это красивый маникюр, мне нужно два часа времени и полное погружение. Я за это время не могу звонить, потому что у меня заняты обе руки. Одна у меня в лампе, вторая у меня у мастера, то есть мне звонить нечем. Я не могу в это время гулять где-то, да, потому что я сижу за столом у маникюрного мастера, и мои руки находятся в её умелых руках. Я погружаюсь в процесс, то есть я могу что делать? Я могу только думать, слушать через наушник какой-то обучающий вебинар или смотреть какие-то образовательные передачи по телевизору. Аня знает, что я не люблю смотреть всякую ерунду, я смотрю «Орёл и решка». То есть мотивируюсь на новые путешествия. Вот это я делать могу, я могу разговаривать со своим маникюрным мастером. Всё, что я могу там делать, но я погружена в процесс, то есть я должна сидеть около неё со своими руками, чтобы у меня был красивый результат. Что ещё на эту тему можно сказать? Давайте перейдём к бизнесу. Ни одно звание не делается без абсолютного погружения в тему, ни один результат не получается без абсолютного погружения в тему. Если у вас есть свои примеры на этот счёт, можете прямо сейчас в чате написать, пока я вам пример с кафе привожу. И будет интересно, как вы чувствуете вот эту фразу, и как вы понимаете информативность этого выражения. Например, мы с вами взяли, собрали вот конгломерат те люди, которые здесь у нас есть. У нас тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. Вот семь человек взяли, мы собрали такую команду, вложили по много денег и открыли кофейню. Открыли кофейню, у нас сегодня с вами должно быть открытие. Мы его открыли, там гудели всю ночь, там у нас было много народу, мы делали хорошие промо. К нам пришли люди, попробовали, у нас всё вкусно, красиво, интересно. И мы на следующий день не открываем кафе вовремя, потому что мы же устали, мы же до вечера, до ночи открывали его. И закрыли его поздно, пока доехали домой, пока туда-сюда, пока между собой отмечали. Мы хотим спать и открыли мы кафе своё вместо заявленных 12 часов дня. Мы его открыли в 4, потому что мы спали. Ну, открыли, открыли, кафе это наше дело, тоже наше, когда его открывать, когда не открывать. Всё нормально, неделю кафе работает, и через неделю вдруг нам надо с вами дружно поехать и закупить новые там пироженки, кофе, молоко, ещё там что-то, то, что закончилось у нас на стойке, да, в нашей кухне. И поставщики, они такие вот, работают только в обед, поэтому в обед кафе закрыли, в обед кафе закрыли, и открыли его только за час до закрытия по расписанию. Закрыли мы его, конечно же, вовремя, нам же домой надо идти. А потом, через несколько дней, у нас оказалось собрание в школе у детей, и нам надо было в 7 часов уже быть на собрании. Значит, мы в 6 кафе закрыли и уехали. Как вы думаете, при таком отношении к нашему бизнесу, кафе, кофейне, будут ли её посещать гости? Или они скажут, что, ой, лучше мы пойдём в кофейню в соседнем доме, она всегда открыта, там доброжелательный персонал, и всегда вкусная свежая выпечка. Конечно же, нет. То есть кафе наше разорится, только наш бизнес разорится, не успев начаться. То же самое и с бизнесом в Reflame. То есть если мы хотим сделать звание, мы хотим с вами все сделать звание. Это значит, что нам важно погружаться в наш бизнес каждый день. Каждый день делать привычку ежедневных действий, которые мы с вами обсудили в предыдущем слайде. Каждый день рекрутировать, каждый день сопровождать новичков, каждый день контактировать с командой, каждый день быть в бизнесе. Если мы будем свой бизнес открывать раз в неделю или раз в три недели, когда закрывается очередной каталог, то результат, конечно, будет. Это не кафе, всё-таки люди здесь могут сами делать заказы, но о бизнесе тут будет говорить достаточно сложно, о новых званиях тем более. Поэтому возьмите себе, пожалуйста, тоже на вооружение этот акцент, что ни одно звание, ни один результат не делайте без абсолютного погружения в тему и погружайтесь в свой бизнес каждый день. Это то, что я поняла для себя, слушая акценты Сиднея. Следующий акцент, который я бы хотела вам рассказать, это про то, что мир изменился. Скорости роста увеличились, и об этом говорит весь мировой рефлейм. В мире появилось, по-моему, пять новых президентов. В Казахстане вырос исполнительный директор с нуля за полтора года. За полтора года, ребят, исполнительный директор – это 12 групп. Бриллианты у нас в России вырастали за год, Сергея Шахаева. За год шесть групп. За год по две, по три группы считаются уже нормальными темпами роста. Почему так происходит? Потому что есть сейчас интернет, есть у нас возможности коммуницировать со своими командами по разным методикам и доносить эту информацию. Сейчас очень ее много, она вся открытая, можно учиться делать абсолютно любые результаты. Вопрос только в том, что рамки у нас находятся в голове. Только мы решаем, можем мы это или не можем. Есть такое выражение, что если ты думаешь, что ты можешь это сделать, или если ты думаешь, что ты не можешь это сделать, ты одинаково прав. Вы одинаково правы, если вы думаете, что вы не будете бриллиантовым директором в следующем году. И вы будете правы, если скажете, что я буду бриллиантовым директором в следующем году, потому что такой человек есть, кто это сделал. Если это сделал один человек, у которого две руки, две ноги, два уха, один нос, два глаза, один рот, значит мы это сделать тоже можем. Поэтому раздвигайте свои рамки, смотрите за топовыми лидерами, наполняйте свою ленту интересными людьми. Напишите, пожалуйста, мне цифркой, на сколько топовых лидеров вы подписаны в социальных сетях. Сколько топовых лидеров вы смотрите? Ну, на вскидку. Напишите, пожалуйста, в комментариях, не надо сейчас лезть проверять, просто на вскидку, от кого вы смотрите? Сколько человек у вас в ленте мелькает топовых лидеров или просто там драгоценных директоров нашей команды, дружественных команд? Какая это цифра? Так, у Марины Аджибы 5-6 человек, она в Инстаграме пишет. У Кати Трофимовой трое, у Людмилы двое. Алена, не знаю, около компьютера, нет? Напиши, как подойдешь. Валентина, за сколькими вы смотрите? Напишите, пожалуйста. Почему так мало? Не знаете, за кем смотреть? Или просто не задумывались об этом? Я вам советую наполнить свою ленту интересными людьми. Потому что, когда вы заходите в Инстаграм, и у вас там унылая картина всяких ппшечек, которые готовят блогеров, которые говорят о похудении, и ваших друзей, которые постят какие-то просто бытовые вещи, вы себя окружаете рутиной. Важно себя вытаскивать из зоны комфорта и от рутины от, ну, как сказать, отходить. Хотя бы в социальных сетях. Потому что, когда вы открываете... О, в Инстаграме 6,8. Валентина у нас лидирует. Классно. Так, да. Алена четверо. Отлично. Ну, понятно, что не считали цифры приблизительные. Мне сложно сказать, с какими лидерами наблюдаю я. Я не всегда смотрю ленту, я не имею много времени, но я знаю, когда, например, какие-то мероприятия Арифлэм проводят, да, у меня прямых эфиров там с этого мероприятия там 10-15, так вот, в ряда этих прямых эфиров, потому что я подписана на многих топовых лидеров. И я знаю, вижу стиль жизни. Ага, Марина решила написать. Санникова, Родионова, Долженко, Пушова, Шемарданова. Угу. Хорошо. То есть, вы смотрите за этими личными брендами, понимаете, что вы тоже так можете. Шахаевы, Касицына, ага, да. То есть, у нас есть еще наши лидеры, наши бриллиантовые директора, которые нас обучают личному бренду. Это Кирдян Ванна из Тольятти, это Наталья Бесчетверцева, Светлану Симашко я вам очень рекомендую, потому что она шикарно и проводит мотивирующие планерки. Мне вот лично она как спикер очень заходит, и я мотивируюсь от ее планерок в Инстаграм. Кукушаок мне тоже очень нравится смотреть. Я смотрю за многими лидерами, и это вот Лисанна Аскар-Даминова, новые бриллиантовые директора, о которых мы все с вами слушали. Кто подписался на них, вы их посмотрели в прямой трансляции в прошлый вторник, неделю назад. Ребята сделали крутой результат. Почему бы не подписаться и не послушать, о чем они говорят. Шоу «Бриллиантовый январь», очень много вебинаров на эту тему. Там выступали и растущие лидеры, такие как Сергей, Галина Гоглоева, которые закрыли звание дважды, или старших бриллиантовых директоров, могу сейчас перепутать. То есть новые звания, а не на то и новые звания, на то, чтобы у них учиться. Ну, еще раз хочу отметить, что вам эти подписки нужны не для того, чтобы с утра до вечера листать все сторис этих людей, потому что если вы будете листать все сторис, и все ленты, которые они пишут, вам просто некогда будет работать. Это вам надо для того, чтобы увидеть стиль жизни, которым живут бриллиантовые, золотые, старшие золотые исполнительные директора. И понимать, что вы тоже это можете. У них также есть дети, у кого-то двое, у кого-то трое, у кого-то четверо. Почему-то Альбина Хатизова никто не вспомнил. Да, тоже отличный блогер, у которого мы учимся сейчас на СММ-курсе. Значит, мы наполняем свою ленту для того, чтобы она у нас пестрила лидерскими, хорошими, качественными фотографиями. Что-то вы будете оттуда выцеплять, какие-то идеи для постов. Анна Шапира хорошо тоже ведет свой личный бренд. То есть много людей, которых реально можно посмотреть и вдохновиться. Ой, извините. Но вдохновляясь важно делать. Вот этот вот момент я очень хочу. Вам заострить, вдохновляясь, делай. Не то, что вечно, целый день смотреть все, что вам показывается в Инстаграме и в других социальных сетях, а посмотреть и пойти сделать. Пойти сделать для того, чтобы достичь такого же результата. Не используйте, пожалуйста, социальные сети как альтернативу телевизору. Просто посмотрели, забыли, выключили. Кстати, вот из предыдущего вывода вытекает еще один, на котором я заканчиваю акценты Сиднея. Это про публичность. В Сиднея говорят о том, что лидер – это публичная личность. Об этом говорил наш президент Магнус Брэнстром. Быть на виду – это тренд сейчас. Как это быть на виду? Это значит, что показывать в группах фотки своих заказов, продуктов, рассказывать в прямых эфирах, снимать сторис, выкладывать посты. Быть на виду вам лично. То есть, ваши фотографии, ваши мысли, ваши заказы, ваше лицо в тканевой маске, например, ваше лицо в маске на вейдж, ваши рассказы о том, какой замечательный скраб, какая замечательная маска, какой вы новый продукт заказали, какую баночку вы выкинули в мусорку, что вы закончили, что вы закажете себе в следующем каталоге, какую скидку вы ждете, как вы делаете коктейль, как вы пьете витамины, как у вас улучшилось самочувствие. Вот эти вот все темы важно транслировать также через социальные сети. Если не хотите засорять ленту постами продуктовыми, пишите сторисы. Сторисы смотрит тоже очень большое количество людей. Многим людям лень читать посты, они смотрят сторисы. В сторисах вы показываете цвет вашей новой помады, новый способ накрашивания теней, новую прическу, может быть, которую вы сделали с нашими стайлинг-средствами. И нативно проговариваете те продукты, которыми вы пользуетесь. Например, я сейчас в рацион свой добавляю омегу. Значит, я могу что сделать? Завтра за завтраком я включу телефон, запишу сторис, как я на хлеб намазываю эту самую омегу и буду ее есть. Потому что я решила для себя сейчас пройти курс дополнительной омеги. Я ее прям каждое утро ставлю банку себе на стол. Мне надо, чтобы у меня дома был хлеб, который мы давно не покупали, потому что перестали его есть. Но сейчас я его покупаю для того, чтобы кушать омегу, потому что мне так проще. Мне не хочется ложкой пить это масло. Я его мажу на хлебушек. Мне так вкусно. Вот я так вот ем дополнительную омегу. И я вот 100% уверена, что вам это сейчас было интересно слышать. Если это интересно вам, почему вы думаете, что это будет неинтересно вашим подписчикам? Тем людям, которые за вами наблюдают, тем людям, которые вам делают заказы, тем людям, которые находятся в ваших организациях. Вот этот момент публичности, о которой говорили на конференции, вот в этом. То есть даже для своей аудитории, для своих друзей, для своих клиентов и для своих консультантов появляетесь лицом компании. И важно показывать то, что вы берете, как вы этим пользуетесь и как вам это нравится. Так, мы с Сиднем закончили. Ну и, конечно же, акценты, да, на следующие две недели. Это ежедневное приглашение. Цель наша научиться делать одну-две регистрации в день. Помните, что сейчасшние действия дают немножко отсроченный результат. То, что вы делали месяц назад, дает вам результат сейчас. То, что вы будете делать сейчас, даст вам результат через месяц. Поэтому сейчас не смотрите на результат, просто делайте нужное количество действий. Все действия просчитаны. Если вдруг вы не знаете, обратитесь, позвоните. Не хотите звонить, напишите. Мы с вами просчитаем ваше действие, которое нужно делать для того, чтобы получить стабильный результат. Ежедневный фокус на трех действиях. Это регистрация, контакт с целью заказа и пять контактов по команде, по звонкам. Методы рекрутинга у нас остаются неизменными. Это звонки, личные встречи. И через каталоги контактируем, через прозвонки на дисконт, и голосовые, и добавление друзей. Друзей. Рекрутирование – это главный лидерский фокус. Если вы лидер и хотите строить свою команду, то, значит, однозначно у вас будет рекрутирование через любые доступные вам методы. По рекрутингу у нас есть много разных способов. У нас есть целое меню из трафарета дня, которое у нас у каждого есть в распечатанном варианте. Это каждодневные действия, которые мы выделяем. Три часа на рекрутинг, три часа на структуру, на личное развитие, на личный бренд. Обязательно пишите посты. Ну и, конечно, это расписание дня миллионера, о котором я вам не забываю напоминать. Если вы вдруг не знаете, чем заняться, открывайте расписание дня миллионера, смотрите время, смотрите табличку и делайте то, что там написано. Не заморачивайся о том, ой, там, где я что возьму, просто делайте хоть что-нибудь. Как говорила Тамила Полежаева, делайте хоть что-нибудь, результат обязательно вас дождется. Ну и мы с вами пришли к приятному завершению нашей планерочки. Она такая у меня получилась достаточно динамичная для того, чтобы мы с вами не тратили много времени на болтовню, а шли и делали. Сегодня у нас будет розыгрыш сюрприз. У нас есть финалисты этой акции, которую мы продадели буквально к 7 часам вечера сегодняшнего дня. мы обещали, что будет подвал оперейных билетов тем, кто сделал 250 баллов выше на первой неделе. И это у нас Козлова Валентина, аплодисменты Валентине, она у нас сегодня на связи, и Федорова Татьяна. Эти две замечательные девушки сделали 361 баллов Валентина, 288 баллов Татьяна. Мы аплодируем. Также у нас есть Марина, Шарыгина, Олимпеева Наталья, Шабальна Любовь, Хасанова Елена и Габзалилова Гульниса. В итоге у нас 9 лотерейных билетов. Я прошу прощения, мне неудобно сейчас идти за вторым телефоном. Я сейчас сделаю розыгрыш в компьютере. При генерации случайных чисел выпало число 3. Можно будет посмотреть запись в Инстаграме. Это Федорова Татьяна. Федоровой Татьяне отправляется туалетная вода Friends World для нее. Аплодисменты Татьяне. И наш рейтинг Кати Трофимова я не успела внести, потому что у меня идет обучение на компьютере. Этот компьютер был занят. Мы тебя вносим прямо по ходу планерки. То есть у нас будет 7 лотерейных билетов, потому что седьмым номером у нас будет Трофимова Екатерина, которая сделала свои 150 баллов на первой неделе. У меня интересный будет разыгрываемый набор. Я такая подумала-подумала и захотела разыграть интересные вещи, которые ни разу не разыгрывала. Я достала наборчик из двухфазного нашего пилинга. Первая и вторая ступенечку. Первая и вторая ступенечку это для лица. Приятный сувенирчик мыльца для рук и мой любимый лосьон для тела. Вот такой наборчик кому-то достанется. По-моему, он очень интересный. Будем ждать отзывов о пилинге у того, кто выиграет. А вот так вот, номер один у нас выигрывает. Зайцева Катюша. Первый раз, кстати, она на первой неделе сделала 100 баллов. Нам есть кого поздравить с этим замечательным комплектом. Супер, отлично, всем молодцы. Ждем фотографии в чат наших призеров. Ну и, конечно же, подводя итоги нашей планерки, хочу напомнить нам с вами, что у нас в фокусе личный заказ и личный рекрутинг обязательно. Контакт с активными консультантами премьер-клуба на тему информирования по акции. С кандидатами и стартерами в чатах на троих мы с вами созваниваемся на связи с самим собой по саморазвитию ежедневному. Привет, Олесенька! И отчет планирования следующего дня обязательно каждый день. У нас с вами в чате достигатор идет интересная тусовка на тему ежедневных действий. Предлагаю по другим командам тоже сделать такие чаты. Будет интересно фиксировать в течение дня то, что вы делаете, если вам это будет нужно. Я всем желаю отличной второй недели, чтобы обязательно у вас получили все ваши цели. для того, чтобы они получились, их сегодня надо пропусать на бумаге. Что вы хотите получить от этой недели, ну и, конечно же, успехов вам в ваших начинаниях. А я пошла проводить свое собеседование, меня ждет девочка, дала мне номер телефона, мамочка в декрете, я пойду ей сейчас проводить голосовое созвон собеседования. Всем пока-пока, не расходимся, потому что у нас сегодня еще два интересных вебинара. До свидания!